Белокуриха 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 встречается, ну, не видела чего-то такого, чтобы они могли сделать, или чего наши не могут, или наоборот. Ну, может, скорость игры? Нет, нет. Так, хорошо. Насколько серьезным был отбор игроков именно в нашу сборную? Там были только представители Алтайского края или со всей России? В нашу сборную представители были со всей России. Я очень горжусь тем, что попала одна представительница Алтайского края, Виктория Лоскутова, это школьница из Барновольской гимназии 124. А все остальные ребята были и из Москвы, и из Кемерово. Но это был действительно очень сильный состав, и отбирали, там были и чемпионы мира в своих возрастах. То есть у нас был очень сильный состав. Турнир был вообще напряженным? Ну, как такой борьбы не получилось. Мне показалось, что не только мне, но и тренерам нашей сборной, что китайцы привезли не первый состав. Видимо, они наигрывали еще и других ребят, и поэтому, честно говоря, счет получился немножко неприличным. То есть мы поступили не как гостеприимные хозяева. Ну, какой был счет-то в целом? 45 с половиной на 18 с половиной. То есть соперник все же слабше оказался? Ну да, соперник уступил. То есть там было, по сути, 8 туров, в каждом из туров российская сборная оказалась намного сильнее. Ну, какой-то урок алтайские шахматисты наверняка вынесли? Ну, я думаю, что урок алтайские шахматисты вынесли даже в большей степени в последний, третий игровой день, когда именно Хоуи Фань давала сеанс одновременной игры сборной России. Вот там завязалась борьба, и одному из наших шахматистов, юному Валдару Мурзину, удалось даже победить. Хоуи Фань. Было три ничьих, остальные три победы у Хоуи Фань. То есть получилось, что там наши ребята навязали борьбу, и, кстати, наша Виктория Лоскутова тоже сыграла в ничью, что очень приятно. Вот там, я думаю, да, были выводы. Расскажите, какая была атмосфера на турнире, все же это соревнование? Ну, атмосфера, я думаю, что если было в Барнауле, было бы больше зрителей, да, все-таки Белокуриха, она располагает к отдыху, и с точки зрения спортсмена все было очень комфортно. Был предоставлен потрясающий зал, спасибо за урок Белокуриха, это конференц-зал Санатория Сибирь, где проводил заседание госсовета, там все сделано для того, чтобы присутствующим было комфортно. Также были ежедневно организованы экскурсии, эта администрация крайне очень помогла, то есть они отыграли полдня, потом проводили экскурсии, и вообще и Российская шахматная федерация, и делегация Китая, они сказали, что это просто сказочные условия для проведения турниров, с другой стороны, наверное, где-то зрителей не хватало, хотя трансляции мы организовали на весь мир, на самом популярном шахматном сайте ches24.com шла прямая трансляция игры вот Хоу и Фань, когда играла с нашим гроссмейстером Никита Витюгом, все партии шли в прямом эфире. — Соперники между собой дружили? — Да, соперники между собой очень хорошо общались, я думаю, что здесь нам очень помогло, что мы нашли хорошего переводчика, и то есть контакт был хороший. — Китайцам Белокуриха понравилось? Они наверняка делились впечатлениями? — Да, китайцам Белокуриха понравилось, и это неоднократно отмечала и Хоу, и Фань, и другие представители. Вообще мы знаем, что сегодня с точки зрения экологии в Китае все не очень благополучно обстоит, потому что мы знаем, что у них идет очень бурный рост волонтреннего продукта, сопровождается повышенными выбросами. Здесь Белокуриха — это просто экологически чистейшее место, и китайцы были в полнейшем восторге. Белокуриха им очень понравилась. Я думаю, что через репортажи, которые были опубликованы на сайте Российской шахматной федерации, фоторепортажи, вся страна, и не только страна, поскольку есть и англоязычная версия сайта, все узнали о том, насколько у нас есть прекрасный курорт Белокуриха, насколько здорово там можно отдохнуть и зарядиться энергией. Ну вот после этого турнира можно ли сказать, что наши шахматисты сильнее? Я бы так не говорил, потому что если бы мы увидели первую сборную Китая, все было бы немножко по-другому. Ну, по крайней мере, более напряженно. Ну, турнир будет второй? Ну, это уже был пятый турнир, шестой турнир будет. Нет, имеется в виду чемпионат. Он проводился впервые в нашем крае. Матч дружбы проводился впервые в нашем крае, но он каждый год мигрирует, поэтому в нашем крае больше не будет. В следующем году он куда-то переедет. Неизвестно. Неизвестно пока куда. Вот такая общая победа, она открывает какие-то новые перспективы для алтайского спорта, для федерации шахмат и для конкретных спортсменов? Ну, я бы говорил о том, что вот я бы здесь называл общей победой тот уровень турнира, который мы смогли организовать, потому что это был все-таки матч дружбы и со спортивной точки зрения он, наверное, представлял не самую большую ценность, а он представлял ценность именно вот мы хотели что показать, что в Алтайском крае умеют организовывать турниры, мы хотели показать курорт Белокурих, а это все было сделано, все это оценили. Сегодня со стороны Российской шахматной федерации, федерации шахмат Алтайского края, предложено проведение нескольких очень крупных престижных турниров, и мы рассматриваем это. Кроме того, мы переговорились с китайцами, и в ближайшее время наша шахматная федерация подпишет соглашение с федерацией шахмат провинции Харбин, и с федерацией шахмат провинции Циньхуандао, и я думаю, что мы начнем проводить такие турниры, когда наши шахматисты поедут туда, их шахматисты уже планируют осенью этого года приехать сюда, поэтому думаю, что да, это открывает новые перспективы именно в плане сотрудничества между нашими странами, в плане открытия новых горизонтов. В Алтайском крае этот спорт живет? Или есть какие-то серьезные проблемы, которые сегодня срочно нужно решать? В Алтайском крае я считаю, что каждый год мы очень активно растем, то есть по динамике развития федерация шахматного края признана лучшей в России, поэтому я бы сегодня грех на что-то жаловаться, мы идем вперед, мы идем вперед достаточно большими шагами, думаю, что только надо ставить новые цели, не останавливаться, знаете, как только остановился, тебя тут же обошли, поэтому не вижу проблем. Ну, молодежь тянется, родители понимают, что это перспективно, или, быть может, не модно сейчас заниматься шахматами? На мой взгляд, шахматами сейчас очень модно заниматься, и родители действительно проникаются этой идеей, что ребенку надо давать шахматы, потому что шахматы помогают в целом по жизни. Мы это видим, как на примере того, что у нас реализуется проект шахматы в школе, в котором уже участвуют 120 школ из 42 муниципалитетов Алтайского края, и сегодня во многих школах, которые сейчас пишут заявки наступления в эту программу, инициаторами являются именно родители. Кроме того, сегодня наметился такой четкий спрос на преподавание шахмат в детских садах. И также мы видим, что взрослые люди, которые уже как бы, ну, чего-то достигли в жизни, они просто хотят научиться играть в шахмат в зрелом возрасте, и мы сейчас задумываемся о том, чтобы с сентября открыть группы для дошкольников и для взрослых людей, потому что школьники всегда могут прийти в дюж и научиться играть в шахмат, а вот дошкольники и взрослые, они как бы выпущены. О ближайших чемпионатах расскажите. С понедельника начинается этап детского кубка России, традиционный, кубок Алтая. Мы его проводим уже в восьмой раз, и туда приедут ребята со всей страны, и параллельно будет проходить турнир по классическим шахматам, мемориал Василия Лепихина, известного шахматиста, с хорошим призывным фондом, куда также приедут и международные мастера других регионов. И это хороший турнир для того, чтобы наши спортсмены могли себя проверить, вот насколько они поднялись в уровне, потому что когда мы играем только здесь, внутри, кулуарно, ну это как бы не совсем проверка. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях президент Крылевой Федерации шахмат Артем Поломошин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова